Уважаемые коллеги, это действительно очень интересная тема, которая волнует меня уже, наверное, последние 8 или 10 лет, потому что столкнулась я с нею, в общем-то, исключительно в практическом ключе, но потом оказалось, что я не единственная, кто сталкивается с этим вопросом. Для начала я хотела бы вам показать… Что такое? Сначала бы я хотела вам продемонстрировать две гелюстных стриктуры, ну, в общем-то, достаточно частая ситуация, которая встречается в практике хирурга-гипотолога. Может быть, у кого-нибудь возникнет желание сказать, какая из них является опухолевая, а которая нет? Нижняя опухолевая, а верхняя не опухолевая. Хорошо, ладно. Вот такая подсказка. Извините, прыгает все. Вот такая подсказка. И в том, и в другом случае у нас имеется очень такая тоненькая, изящная передуктальная инфильтрация. Есть идеи? Ладно, хорошо. Пусть будет интрига до конца моей презентации. Итак, собственно говоря, опухоль Клацкина, вы все ее хорошо знаете. Исходно Жеральд Клацкин ее описал у пациентов, которых оперировали по поводу как бы доброкачественных стриктур, когда он обнаружил там клетки холангиокарциному. И действительно, это довольно редкая опухоль. В России ее заболеваемость не очень велика. В странах Ближнего Востока и Восточно-Юго-Восточной Азии достаточно часто она встречается. Соответственно, и достаточно долго считалось, что это опухоль, у которой минимальная толщина, распространяется она в максимальном передуктальном направлении. И основная ее особенность – это выраженная фиброзная строма. Вот из-за вот этого вот вовлечения, такого стратегически важного места, ворота, плечени, конфлюенса, к сожалению, эта опухоль довольно часто, довольно редкая пациенты, страдающие этой опухолью, доживают до метастазов. То ли потому, что у нее течение такое, то ли просто потому, что они не успевают и погибают от локальных осложнений. Это одна из самых сложных и тяжелых для лечения опухолей. Если не лечить этих пациентов, умирают от желтых, они где-то в среднем через 3 месяца. А вот по данным Большого Корейского Концеррегистра, собственно, где-то около 6 месяцев составляет их продолжительность жизни. И умирают они в основном от желтухи, холонгита, печеночной недостаточности и осложнений портальной гипертензии. Как вам известно, собственно говоря, наверное, это один из самых ранних примеров эффективной интервенционной радиологической диагностики, потому что всем известная классификация бисмута, она основана до сих пор на холонгиографических изображениях. И хотя во многом она устарела, во многом в ней куча курьезов, ну, например, у примерно 50% пациентов отсутствует правый давлевой проток, анатомический вариант такой, но, тем не менее, как бы существует тип 3А. Тем не менее, ее используют до сих пор, и до сих пор вот эта вот протяженность стриктуры, она как бы является ключевой. Достаточно долго вот этот признак стриктура воротная, он считался патогнемоническим признаком, патогнемоничным признаком холонгиокарциномы, и ни у кого особо не возникало сомнений, что это может быть что-то другое. И вдруг пошли работы, которые пошли от хирургов, их достаточно было много, которые стали смотреть, а сколько, в общем-то, доброкачественных стриктур было у пациентов, у которых была заподозрена опухоль Клацкина. И оказалось, что их достаточно много. Если там в 95-м году, например, это было 3%, то сейчас авторы дают и 10, и 18, и даже вот один автор дает 31% доброкачественных стриктур у пациентов, у которых была заподозрена холонгиокарцинома. Собственно говоря, возникл термин, который называется Клацкин-мимикрирующие поражения, то есть болезни, имитирующие опухоль Клацкина. И мы тоже стали их встречать. Собственно говоря, сначала мы пытались как-то понять, а вот можно ли эту стриктуру... Очевидно, что она не будет отличаться на холонгиографическом изображении доброкачественной и злокачественной чаще всего. Можно ли эту стриктуру как-то оценить с помощью методов диагностики. И здесь было очевидно, что это тонкая передуктальная инфильтрация, которая тянется по протокам, и что нужен метод, который обладал бы большим пространственным разрешением, но в то же время высоким тканевым контрастом. На самом деле идеального метода до сих пор не существует. Мы очень любим магнитно-резонансную томографию. Вот я тут привела фразу «Always do I'm right». Это фраза с ИСГАР, по-моему, 2015 года, которая была рефреном, повторялась во всех докладах. Оно обладает действительно очень высоким тканевым контрастом по сравнению со всеми остальными методами. Но, к сожалению, пространственного разрешения, ну лично, мне все равно не хватает, потому что это опухоль, которая измеряется миллиметрами, максимум сантиметром, поэтому пространственное разрешение нам нужно было бы иметь раз в 10 больше, чтобы как-то изучать эту опухоль. Собственно говоря, поскольку здесь регулярно возникают вопросы, как-то все очень любят представлять МРТ в качестве МРСП, ну на самом деле, ну контуры есть и контуры. Вы можете посмотреть их холангиографически. Самое главное – это действительно посмотреть ткань, из которой сделана эта стриктура. И хотя мы научились видеть распространенность, распространенность индивидуальную, распространенность, которой... Опухоль, как мы видим, она распространяется за пределы стриктуры и намного. И мы можем показать это не приблизительно, да, вот как-то делали раньше, Мы можем показать это у каждого конкретного пациента. Для нас до сих пор остается большой проблемой понять, а что это такое? Что здесь тянется? Это какая-то фиброзная ткань, либо это все-таки холангиокарцинома? Собственно говоря, попытки неинвазивной диагностики предпринимались и не принимаются до сих пор. Как раз у МРТшников они пытаются дифференцировать с помощью контрастирования, с помощью функциональных методов диффузионно-взвешенных изображений. И вроде бы какие-то успехи есть, но довольно широкая серая зона. И пациенты, у которых мы не можем сказать, что это такое при неинвазивной диагностике, они до сих пор существуют. С чем же это связано? Здесь представлен холангиографический вид опухоли Клацкина и, соответственно, морфологии. Действительно, опухоли Клацкина имеют очень выраженную фиброзную строму. И дифференцировать ее с помощью методов радиологических от доброкачественной структуры очень часто бывает практически невозможно. О чем идет речь? О том, что нужно все-таки иметь диагноз. Дальше встает вопрос об эндобилиарной биопсии. Если несколько лет назад об этом спрашивали с удивлением, сейчас эндобилиарной биопсией занимается очень много. Сейчас очень много фирм, которые рекламируют устройства для эндобилиарной биопсии. Но, однако, результаты очень разнятся. Возможно, это связано с тем, что до сих пор нет какой-то рутинной методики забора этой биопсии. Собственно, мы тоже идем своим путем. То, что у нас делается лет 30, наверное, это стандартная биопсия, когда щеточкой берется под рентген-эндоваскулярным контролем, под рентген-контролем, соответственно, в рентген-операционной, или щипцами, специальные щипцы для биопсии. Ну, обычные, тем же, какими бывают, например, из бронхов берут биопсию. Это стандарт. Но не всегда он работает, поэтому иногда приходится использовать всякие различные устройства. Ну, например, когда вам нужно взять это с какой-то определенной стенки, используется интродюсер с боковыми перфораторами. В прошлом году в рамках протоколов клинической апробации мы попытались освоить атеротом, который используется для направленной атеротомии, бляшек, в общем-то, он очень хорошо тоже получает ткань с протоков. Выглядит это примерно так. Если можно, запустите фильм. Это, соответственно, фреза, корзинка, и когда вы ее спускаете, в эту корзинку набирается материал. Достоинством этого метода является то, что материал не очень сильно деформирован. Соответственно, вот такие кусочки мы получаем. Нашим морфологам они нравятся. Говорят, что он хороший, не деформированный, но здесь тоже есть много ограничений. Позвольте, я не буду останавливаться на технических моментах. Кому интересно, позже в кулуарах расскажу. Ну и, наконец, самое интересное, когда мы начали заниматься мультифокальной биопсией, то есть мы стали брать биопсии из различных участков желчных протоков. Ну, то есть обычно это дистальный холедок, стриктура и проксимальные участки. У нас оказалась вообще очень интересная вещь. Оказалось, что вот стриктура, да, там, где мы ждем опухоли больше всего, вовсе не означает, что мы здесь находим опухоль. Очень часто мы ее находим в других местах. Ну, то есть я бы ожидала опухоль вот здесь. Несколько раз перебирали биопсию. Соответственно, опухоли здесь не было, фиброз. И, ну, у меня, когда это были первые пациенты, у меня вообще была идея, что там лаборант пробирки перепутал. Но когда это стало повторяться, было очевидно, что так оно и есть. Соответственно, мы решили посмотреть свой опыт. Скажем так, биопсиями вот с 7 по 15 год мы никогда не занимались вот так целенаправленно. То есть мы их делали, но без такого большого энтузиазма. То есть получилось хорошо, не получилось, если больной оперируется, хирурги брали его дальше на операцию. Только сейчас мы начали этим заниматься системно. Ну, в общем-то, ретроспективный материал тоже полезен. Оказалось, что у нас примерно в 90% наблюдений мы действительно получаем опухоль либо при гистологическом, либо при гистологическом исследовании. Мы не упорствуем. Если один из методов дает нам опухоль, мы считаем, что, в общем-то, там опухоль. Оказалось, что увеличивая попытки биопсии, мы получаем, соответственно, больше опухолей, хотя разница уже между двумя и тремя попытками, в общем, она недостоверна. Но, тем не менее, это все, что касается Клацкина. Оставим Клацкин в покое. А что делать, если мы ничего не получаем? Оказалось, что у хирургических пациентов было описано очень много состояний, которые, в общем-то, могут мимикрировать заболевания. Это и первичный склерозирующий холонгит, и ГДЖ-4 склерозирующая холонгиопатия, и синдром Мерези, внутри протоков и популярные опухоли желчных протоков, это различные воскулярные патологии, это различные грандональматозы и даже другое. Но что на самом деле произойдет с пациентами, которые не оперированы? У нас было таких 10 пациентов, собственно говоря, и дальше уже стоит вопрос за клиническим мышлением, за дополнительными исследованиями. Соответственно, здесь представлены те диагнозы, которые мы установили. Я сейчас не буду на них останавливаться, потому что дальше у меня будет мешанина как и хирургических больных, и литературных данных, так и своих. Начнем сначала с тех заболеваний, которые, я бы сказала так, хотя их тяжело различить, конечно, первичные заболевания желчных протоков. Итак, первичный склерозирующий холонгит – это то, что знают все. Классическая рентгенологическая картина, сочетание расширения стриктур. Основная проблема этих пациентов очень часто присылают с доминантными стриктурами. Ничего, кроме как, соответственно, порекомендовать биопсию для исключения опухолей в этих местах мы не можем. Соответственно, таких пациентов у нас было два, мы их не оперировали. Более того, пациентка, которая представлена, у нее улучшилось состояние, мы вытащили ей дренажи, и она прожила три года без них. Потом, правда, состояние ухудшилось. Мы снова прибегли к дренированию, тоже не нашли опухоли. Сейчас она ожидает трансплантации, потому что развился тяжелый билярный цирроз, но пять лет спустя. Вторая патология очень интересная – это иммуноглобулин-4, связанная холангиопатия. Это одно из проявлений такой болезни, которая называется ИГДЖ-4-ассоциированное заболевание. Бывает оно во всех органах, практически в любых. И фактически различить ее без биопсии невозможно. Она выглядит так же, как Клацкин. Есть некоторые, скажем так, намеки на то, что это может быть она. Обычно после дренирования этих больных у них не разрушается до конца желтуха. У них в крови и в желчи определяется высокий уровень иммуноглобулина-4. И, как правило, эта болезнь существует совместно с аутоиммунным панкреатитом и чаще всего отвечает на кортикостероидную терапию. Значит, скажу честно, диагноз ИГДЖ-4-холангиопатия – это диагноз гистологический. Но, к сожалению, у большинства пациентов взять достаточно большой кусочек для того, чтобы поставить диагноз по щипцам невозможно. То есть либо больного оперировать, а это, как правило, тяжелое, либо проводить пробное лечение. Иностранцы предпочитают пробное лечение. Ну вот мы недавно тоже провели пробное лечение. У нас был пациент, у которого в детстве был полисирозит, он достаточно долго наблюдался у гематолога. Он пришел вот с такой картинкой. Но у него, соответственно, еще был аутоиммунный панкреатит. Вот это называется сосисковидная поджелудочная железа. Соответственно, мы здесь без биопсии, даже без дренирования провели терапию. Он на нее ответил. Ну, вот такой диагноз. Но, опять же, здесь подкрадываются всякие разные подводные камни. Например, оказывается, что у пациентов с гилиусной холангиокарциномой, если посмотреть перитуморальные ткани, это пациенты, которые были оперированы, это не наши данные, то оказывается, что вот в опухолевой ткани, которая находится вне, у них в 32%, почти в третьей, за изменения могут укладываться вот в эту самую ГГ-4 позитивную болезнь. И реально, по большому счету, по всей вероятности, с совершенствованием диагностики мы стали видеть одну из форм предкладскина, по всей вероятности. Поэтому эти больные, они подлежат, даже если у них ушла желтуха, если у них сузились протоки, все равно они подлежат длительному динамическому наблюдению. Эти пациенты могут дожить докладскины. Такие результаты описаны. Значит, да, вот тоже замечательная картинка. Это, соответственно, классическая картинка в блок воротах. Ну, поскольку там написано, я сразу скажу, что это меризисиндром. На самом деле, как бы меризисиндром поставить на МРТ, ну, скажем так, не то чтобы просто, но типичен. Камень, который вклинился в зону ворот, он виден. А вот. А теперь тоже, опять же, ну, здесь, наверное, проще будет. У одного из этих пациентов есть холангиокарцинома, у другого нет. У кого? У какого? Верхний. Да, правильно. На самом деле, действительно, при биопсии у вот этого пациента, у верхнего, у него аденокарциномы нашли, у нижнего аденокарциномы не нашли, его соперировали, наложили, убрали камень, наложили гипотикой ее на анастомоз. Собственно говоря, до 40% меризис сочетается со злоказчислениями. Это всегда очень частая вещь, поэтому мы этих больных биопсируем всегда. Кстати, у меня вот, вообще меризи обычно это острая патология, но вот когда они приходят с хронической, то обычно приходят вот такие пациенты, и пациенты, у которых на фоне меризи есть холангиокарцинома, у меня, честно говоря, больше, чем пациентов, у которых меризи в чистом виде. Ну и последний вариант – это вот наш самый старый пациент, с которого, скажем, старший, с которого, в общем-то, вся эта работа началась. Тоже пациент, который пришел с классическим клацкином, но у него были множественные попеломы во всех отделах желудочно-кишечного тракта. Соответственно, и если вы посмотрите, то стеночки утолщены не только вот в области конфлюенса, но и здесь. Мы долго-долго его биопсировали, опухоль не нашли, решили, что это попеломатоз, поскольку было очень много попелом, и полечили его таким препаратом, который называется Проспидем, вообще препарат, придуманный для попеломатоза гортани, но мы решили, что он нам тоже поможет, нашему пациенту. В результате вот такая картина, то есть тонюсенькие протоки, нормальная фактически печень. Вот здесь вот картинка через 6 лет сделана, но на самом деле он уже 8 лет, у него все хорошо. Хотя периодически наши эндоскописты удаляют ему протоки. Дренажи мы удалили где-то через 8 месяцев, мы его опубликовали в аналогхирургической гипотологии. Другое дело, что обычно, когда вот эти полипы большие, даже если мы не видим опухоли, но они очень высоко, что вероятно, что во время операции опухоль найдем. Значит, второй тип патологии – это сосудистая патология. Собственно, вот это и вопрос, которым я, например, долго не задавалась, пока работала в хирургии, но вот когда я стала работать в интервенционной радиологии, он меня очень заинтересовал. Значит, желчные протоки кровоснабжаются из системы печеночной артерии, впадают, дренируются по системе воротной вены, не в печеночную, в воротную. Я, например, этого не очень знала. Есть два сплетения – парахолидохиальное или петреноэпихолидохиальное сплетение сэнта, которые расширяются в случае портальной гипертензии, либо повреждаются при ишемических вещах. Ну, при ишемических вещах здесь все просто. Обычно люди, которые занимаются химиоэмболизацией, они знают, что такое постэмболизационная холангиопатия. Это состояние, при котором повреждается перебилярное сплетение, возникает некроз в стенке, затем склероз, и развиваются вот такие вот кистозные расширения протоков. Чаще они не обязательно в воротах, и, соответственно, это ставится достаточно легко, ну, потому что ты знаешь анамнез. А вот это вещи, которые, соответственно, ставятся гораздо тяжелее. Утолщение холедоха, молодой человек, который ко мне пришел, соответственно, ну, похоже на опухоль, ну, может быть. Вот, но только полгода назад у него случился тромбоз воротной вены, и какой-то абсцесс неясного генеза, ну, может быть, это был Келли-синдром, но я в этом не уверена, потому что он появился у меня полгода спустя. Соответственно, это состояние, при котором идет утолщение стенки, потому что развиваются перебилярные сплетения. Когда это еще свежая ситуация, это еще как-то можно заподозрить. А вот когда ситуация не свежая, вот типа такой, то заподозрить это тяжело. Кроме того, это синдром, и портальный тромбоз может быть связан с опухолью. Ну, вот, например, у этого пациента это классическая картинка Клацкина, я так и думала, в общем-то, и была желтуха. Но оказалось потом, после множественных биопсий, что мы ничего не имеем. А вот здесь у него как раз то самое плетение Петрена, оно из себя представляет варикозы, и при попытке биопсии оно ужасно кровило. Соответственно, о чем здесь нужно думать? Это синдром. Тромбоз вены может быть вызван чем угодно. Если говорить о доброкачественных состояниях, прежде всего подумайте о миелопролиферативных заболеваниях. И если у вас нормальный анализ крови, это вовсе не означает, соответственно, что его нет. Потому что часто гиперсплинизм в результате портальной гипертензии, он просто маскирует вот этот миелопролиферативное заболевание. Ну и, собственно говоря, вот эта вот такая боль, которую мы с Русланом Богдановичем обсуждаем, это диагнозы, которые устанавливаются исключительно морфологами на стекле. Те, кто умеет устанавливать микозы, это криптоспордиоз, это простейшие, соответственно, ВИЧ ассоциированные, калангиопатия, гранулематозы и болезнь Ортнина. Каких-то классических, замечательных проявлений нет. Но, может быть, вот у криптоспордиоза, у него вот такое вот распространение, видите, в виде такой сосиски по ходу желчных протоков. Вот такая характерная вещь. Но оно требует гистологической верификации практически везде. Это диагноз на стекле. Я с удовольствием, если кто-то из морфологов заинтересуется этим вопросом, буду этим заниматься. Но, к сожалению, морфологи, которые бы ставили диагноз инфекционного заболевания на стекле, я пока не встретила, хотя искала. Значит, то же самое касается билярного туберкулеза. Но здесь вообще грустная ситуация. Он есть во всех странах мира, кроме как России. Последний, кто о нем писал, вернее, последний, это был Шапкин и Яблоков. Если еще туберкулез в виде гранулем, в виде узлов как-то ставят, то тубулярный, трубчатый туберкулез сейчас не ставит никто. С институтом физиатрии у нас тоже на этом месте непонимание. А, собственно говоря, ну и переходя к самому последнему, иногда с больным нужно разговаривать. Вот, этого сейчас многие не любят делать. Вот у нас был такой пациент несколько лет назад, пациент, который достаточно долго страдал язвенной болезнью, он несколько раз кровил, и в конце концов у него развилась вот такая картинка. Это 12-перстная кишка, это, соответственно, у нас здесь холедах. Это появился он с этим. Он почти год проходил с диагнозом опухоли Клацкина, там даже первый тип ставили. Вот, появился он у нас. Мы ему начали проводить противовоспалительную, противоязвенную и всякую разную другую терапию, и нам удалось его довести до вот такого состояния. То есть присутствует талия. Ну нет, мы его, разумеется, биопсировали, ничего не нашли в биоптатах. Но когда я с ним поговорила, оказалось, что у него желтуха развелась через 3 дня после кинжальной боли. То есть классическая картинка такой пенетрации с последующим рубцеванием, которое приводит к этому. Работы такие есть. Другое дело, что интервенционно почему-то этим мало занимаются. Работы в основном есть из Киева, которые были посвящены пенетрации в гепатодинальную связку. В основном это была большая хирургия. Ну это как бы такой казуистический случай. Для чего я это все показываю и рассказываю? У меня все больше приходят пациентов, которые приходят с нетеноловыми стентами, которые установлены без диагноза. Причем, значит, радостно интервенционные радиологи рассказывают... Улиникова, время. Сейчас, заканчиваю. Собственно, это уже финал, просто мораль. Которые радостно рассказывают о том, как здорово они полечили опухоль Клацкина, поставили стент, и диагноза правда нет, что делать с ним потом непонятно. Ну и, собственно говоря, эти пациенты так и остаются без диагноза. Смысл этой работы о том, что, когда вы видите гелесную структуру, не надо думать, что это всегда опухоль Клацкина. Но очень часто, ну не очень часто, но бывают ситуации, когда вы пациента можете спасти, можете помочь. Ну и, в общем-то, ответ на вопрос. Ой, вы были правы. Большое спасибо, Ольга Николаевна. Кому угодно задать вопрос. Есть, да? У меня тогда есть вопрос, пока все готовятся. Мы называем это хирургическим маскарадом, но примерно в 10-15% случаях, да, когда оперируем и выполняем радикальную операцию по поводу кажущейся опухоли Клацкина, потом разводим руками и бьемся в истерике, поскольку не находим там того, что искали, а три секции с первым сегментом уже нет, и еще, гляди, что-нибудь на сосудах утворил. Но дело не в этом. Вопрос, мне, этого касается. Насколько вы уверены, что вы своими биопсиями точно можете подтвердить или опровергнуть диагноз? Спасибо. И не лучше ли уж иметь маскарад, чем потом потерять пациента? Маскарад, хорошо, но только у вас, вот большую часть пациентов, которые я вам показала, вы бы их не взяли на операцию? Нет, я говорю про философию, что всех надо биопсировать. А еще раз, у вас операбельными будет являться, ну, процентов 20 пациентов. Ну, 30. У вас больше 30. Да. Вот. А что вы будете делать с остальными семью десятями? Я говорю о своих пациентах. О своих пациентах? О тех, которых можно оперировать. Оперировать, не оперировать. Вы понимаете, а ведь хирургия печени сопровождается очень большой летальностью. А вам будет не жалко пациент, который у вас погибнет? Ну, не очень большой, но... А большой-то какой? 2-3% это очень большая летальность, да? А если пациент, извините, не с Клацкиным, который бы прожил всю жизнь? Нет. Вы в большинстве случаев, поймите, вы поставите в большинстве случаев все равно опухоль. Я просто ее опустила. Можно мне прокомментировать? Мы все-таки из одного учреждения. Мне очень жаль, что мы не встречались раньше, потому что поиск этого циатоза как раз есть в цитологии, потому что гематологи с этим приходят. И мне хотелось бы сказать, чтобы вы говорили, насколько вы уверены и достоверны в биопсии. Для этого надо просто провести определенное исследование, чтобы показать, сколько было положительных, ложных отрицательных ответов в морфологическом материале, в том числе в цитологии. Я очень рада, что Ольга Николаевна сказала о том, что и цитологические, и гистологические диагнозы одновременно могут верифицировать эти процессы. И на самом деле отличить опухоль от гранулематоза, это все-таки достоверно. С точки зрения глаза и махологии, но я все-таки попытаюсь это, может быть, вместе показать. Поэтому мне кажется, что здесь нужны и не дисциплинарные исследования. Спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста, будьте добры. Я вам уже сказала, что реально существует наш подход. У меня большая часть пациентов, они приходят из других учреждений с дренажами, я не получаю биопсии, там, с трех-четырех попытках, там, разными видами. Я тогда их начинаю на это исследовать. У иностранцев другой подход к жизни. Они, если видят, допустим, сосиску и поджелудочную железу, они проводят пробную терапию и вообще не интересуются, что там было. Но это, к сожалению, со всех европейских конгрессов. Более того, наличие ИГДЖ-4 повышенного в крови и в желчине означает, что у вас нет опухоли. Я тоже показала это. Нужно ли ее оперировать вообще, ИГДЖ-4? Ну, считается, что это ошибка. Другое дело, что всегда будет очень много пограничных состояний и очень много попыток сейчас их развести рентгенологически, но надежного ничего нет. Огромное спасибо.